Вы смотрите итоговый выпуск программы де-факто событий и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Снова амфетаминщики. Сотрудники наркоконтроля перекрыли канал поставки в Беларусь опасного психотропа. Задержаны трое наркодилеров. Начался суд над гомельчанином, который убил и расчленил брата. Обвиняемый признает вину. Еще только марта в регионе уже начались травяные пожары. МЧС работает на профилактику. Поездка должна быть безопасной. Наши корреспонденты разбирались в правилах по перевозке детей. О ситуации на дорогах, нарушениях водителей маршруток и реорганизации дорожного движения в областном центре поговорим с заместителем начальника межрайонного отдела ГАИ Владимиром Чекезовым. Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. В лесах Гомельской области найден боевой арсенал немецкой армии времен Великой Отечественной войны. Сначала оперативники наткнулись на несколько снарядов в лесу около деревни Шарпиловка, а при дальнейшем обследовании боеприпасов было обнаружено тысячи. Из-под земли изъяли свыше 3100 патронов, более 120 оружейных, пистолетных и ручных гранат, запалы, взрыватели, капсюли-детонаторы, 40 сигнальных ракет, 7 дымовых шашек, карабин Маузер К-98, минометная мина и составные части к оружию. Арсенал уничтожили. В Гомельской области перекрыт канал поставки амфетамина в Беларуси. С поличным были задержаны россиянин, житель Калинковичи, а также нигде не работавший мазырянин. В ходе личного досмотра у двух задержанных обнаружено изъято порошкообразное вещество массой более 60 граммов. У третьего почти 2 грамма. По заключению эксперта, во всех трех случаях в составе обнаружено особо опасное психотропное вещество амфетамин. Фигуранты задержаны. На ушедшей неделе при содействии сотрудников наркоконтроля Жлобинского РОВД пресечена попытка вывоза из страны крупной партии сигарет. По оперативной информации, на территорию одного из предприятий региона из Брестской области прибыла фура, в днище которой была обнаружена 15-сантиметровая ниша с табачными изделиями. Процессы выемки занял без малого 7 часов. Всего там было спрятано около 40 тысяч пачек сигарет белорусского производства с акцизными марками на сумму свыше 50 тысяч рублей. В Калинковическом районе посреди леса правоохранители обнаружили более полутора тонн спиртосодержащей жидкости. Находка представляет собой более 160 полимерных канистр емкостью по 10 литров. Внутри каждая жидкость с характерным запахом этилового спирта. В Гомеле начался суд над мужчиной, которого обвиняют в убийстве родного брата. Его, по версии следствия, он задушил, а затем расчленил и выбросил в озеро останки. Обвиняемый вину признает полностью, но объясняет, что совершенные им преступления – результат накопленных обид, а также своеобразная защита от нападок младшего брата. Напомним, нашли тело пропавшего 8 октября в водоеме микрорайона Сельмашевский. Ежегодно с наступлением весны полосухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие. Иногда, вопреки требованиям пожарной безопасности, трава выжигается сельхозорганизациями для очистки полей от нежелательной растительности. Но гораздо чаще причиной травяных пожаров становится небрежность, неосторожность, а то и хулиганство людей, которые позволяют себе выбросить непотушенный окурок, оставить костер после пикника или просто начать выжигание травы ради забавы. Чем это может обернуться и как не накликать беды – в следующем материале. На этой неделе наша съемочная группа вместе с представителями МЧС отправилась в совместный рейд по Гомельскому району. Несмотря на то, что еще середина марта, в последнее время каждые сутки фиксируется от одного до пяти пожаров травы и кустарников. 18 марта зарегистрирован лесной пожар на площади одного гектара в Кармянском районе. Проезжая по дороге от одной деревни к другой, наша бригада замечает в поле дым и направляется к небольшому водоему, на берегу которого расположились люди. А можно поинтересоваться вот здесь, что вы делаете? Просто отдыхаем. А почему вы выбрали такое место, где какая-то сухая трава и все остальное не боится? Нет, мы не боимся. Во-первых, здесь все сырое. Во-вторых, у нас вода рядом здесь. Мы в любую секунду можем затушить. Тем более, мы находимся здесь все. Тут не один человек. Так что тут опасений у нас нет никакого. С отдыхающими работники МЧС провели беседу, раздали специально подготовленные для рейда листовки и поинтересовались, каким способом местные жители избавляются от мусора на своих приусадебных участках при наведении порядка. С утра упалю. А как полете? Так вот? Нет, собрал в кучку, маленькими кучками. Я не делаю пенеры с костер, а маленькую кучку и потихонечку подбрасываю. И стою рядом, там нахожусь. Чтобы, не дай бог, к соседям я отлетел или еще куда-нибудь. С края не попала. Стою, наблюдаю, пока она не догорится. Все. Точно так же и ветки. В процессе рейда спасателям приходит информация об обнаружении пала травы в Калинковичском районе. Предыдущие сутки аналогичные пожары были зафиксированы также в Лельчицком, Октябрьском и Хойникском районах Гомельской области. Ну а мы продолжаем осмотр и направляемся в ближайший населенный пункт. В деревне Остров спасатели поинтересовались у местных жителей их проблемами и напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности. На приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для приготовления пищи, таких как мангалы, гриль и тому подобные. Но только при соблюдении определенных условий. Если мы жарим шашлыки, должно быть расстояние 4 метра до сгораемой конструкции мангал. Если мы планируем сжигать мусор, который либо значит траву, это должна быть обязательно бочка в безветренную погоду. В 2019 году в Гомельской области зарегистрировано 14 пожаров по причине выжигания сухой растительности, на которых погибло 2 человека, 4 получили травмы. Уничтожено 9 и повреждено 13 строений. В ходе рейда спасатели, возможно, предотвратили подобный пожар, зайдя на огонек пенсионерки из Лопатина. Не волнуйтесь, мы пришли вам подсказать, рассказать, как надо правильно мусор сжигать, чтобы не было пожара. Не волнуйтесь, мы ничего не будем наказывать. Пришли рассказать, пошлите посмотрим, что у вас там. В то время, когда сын был на работе, 88-летняя бабушка решила немного убрать во дворе и разожгла костер, чтобы сжечь собранный мусор. На всем подворье, вплотную к дому, разбросана солома. Здесь же находятся различные деревянные конструкции. Хозяйка же находилась в доме. Один хороший порыв ветра и беды было бы не избежать. Офицеры взяли лопаты и тут же затушили костер. С пенсионеркой побеседовали, а сыны попросили навести во дворе порядок. С наступлением весны люди начинают наводить порядки на своих приусадебных территориях, выжигают мусор, выжигают растительность и порою не задумываясь о своей безопасности и безопасности своих близких. Болейшее дуновение ветра, любой безобидный свих виду костер, может случиться пожар у них дома, либо у соседей. Стоит отметить, что сухая трава в категорию мусор не попадает. Если ее сжигать, предварительно не собрав в кучу, можно получить крупный штраф в размере от 10 до 40 базовых величин. Кроме того, палы не приносят пользы. Если вы хотите избавиться от ненужной растительности на участке, скосите ее и перекопайте землю. Это будет лучше для почвы, она не потеряет полезных микроэлементов, которые распыляются при сжигании. А главное, такой способ наведения порядка полностью безопасен. В центре внимания сотрудников госавтоинспекции безопасность детей. С начала года над дорогой Гомельской области произошло 4 ДТП с участием несовершеннолетних. Пострадали четверо детей. Как уберечь своего ребенка и на что сделать акцент, когда речь идет о перевозке детей? Ответы в следующем репортаже. В 2019 году на территории Гомельской области возросло количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети до 18 лет. Среди получивших травму ДТП 38 являлись пешеходами, 17 пассажирами, 7 велосипедистами и трое водителями мотоциклов. Двое, пассажир и велосипедист, погибли. Как показывает статистика прошлого года, очень много происшествий произошло именно из-за того, что несовершеннолетние, дети младшего возраста, выходят на проезжую часть, не убедившись в том, что переход для них безопасен. Даже если это дворовая территория, необходимо в любом случае выглянуть из-за транспортного средства и посмотреть, не двигаются ли автомобили. Это касается не только пешеходов деток, но и деток-велосипедистов. Вот недавно в Гомеле сбили несовершеннолетнего велосипедиста. Как видно на этих кадрах, водитель притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом, остановился и предоставил преимущество движения пешеходам и велосипедисту, после чего возобновил движение. Но спустя несколько метров он совершил наезд на 13-летнего велолюбителя, который на большой скорости выехал на дорогу в неустановленном месте. Необходимо своим детям рассказать, где они имеют право кататься, где нельзя ни в коем случае находиться с велосипедом. Также необходимо не забывать о том, что через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу велосипед необходимо перекатывать. Ни в коем случае нельзя двигаться на велосипеде. Хотелось бы также напомнить родителям о том, что дети до 14-летней не имеют права двигаться по дороге без сопровождения взрослого лица. Еще одно ТТП произошло на прошлых выходных. 43-летний водитель при повороте налево с улицы Ирининской на Советскую не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 36-летнего водителя. В этот момент в машине находился и 16-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности. В результате транспортного происшествия пассажир автомобиля ВАЗ, 15-летнему подростку, который находился на заднем пассажирском сидении, причины серьезной травмы, по факту которых он госпитализировал реанимационное отделение больницы. Согласно закону водителю за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность, которая влечет в предупреждение или штраф в размере до 4 базовых величин. Мера эта, как утверждают специалисты, оправданная и проверенная временем. Согласно правилам дорожного движения, допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле такси. Но в любом случае взрослые ответственны за безопасность младшего поколения, и они должны проявлять заботу и подавать правильный пример. Нередко как в городе, так и на загородных трассах можно увидеть картину, на которой автомобиль движется на большой скорости, а на заднем сидении радостно играют дети, прыгая с места на место. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками ГАИ выехала в час пики, выявила несколько родителей, подвергавших опасности своих детей. Кресло нужно пользоваться. Возьмите, пожалуйста, это вам. Все. Будьте внимательны. До свидания. Около одной из гимназий Гомеля поток движения и пешеходов огромный, но некоторые даже не думают тормозить. Вот, например, мужчина высаживает девочку прямо посреди проезжей части. Он просто остановился перед пешеходным переходом, а затем съехал во дворы. Во время рейда мы периодически встречаем родителей, которые не пристегивают своих детей или перевозят без специальных устройств. Однако большая часть все же подают своему ребенку правильный пример. Достучаться до родителей получается и с помощью предупреждений. Например, вот эта семья после профилактической беседы устанавливает детское кресло. Хочется надеяться, что это станет хорошей привычкой. Переход дороги должен быть только в установленных местах. Это должен быть пешеходный переход, либо регулируемый, либо нерегулируемый. Всегда необходимо смотреть по сторонам, убеждаться в безопасности перехода, смотреть, что водители вас заметили, предоставляют вам преимущество в движении. В темное время суток необходимо не забывать о том, что необходимо себя обозначить свето-возвращающим элементом. Что касается дворовых территорий, необходимо опять же детям рассказать о том, что ни в коем случае нельзя выбегать на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств. Это очень опасно. При перевозке детей необходимо также не забывать о том, что до 12 лет ребенок должен перевозиться согласно действующего законодательства. То есть это должно быть либо детское удерживающее устройство, либо бустер. Исключением является только то, что если ребенок выше 150 сантиметров, необходимо его пристегнуть просто ремнем безопасности. Взрослым пешеходам необходимо предостеречь несовершеннолетних от роковых ошибок на дороге. Прежде всего, своим личным примером Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, специально для программы «Дефакто». Система организации дорожного движения на некоторых улицах областного центра пора пересматривать. К такому выводу приходят эксперты по транспортному сообщению и госавтоинспекции. Одними мерами административного воздействия проблему количества ДТП не решить. Только на улицу Советскую города Гомеля ежегодно приходится значительное количество аварий и наездов, которые случаются в областном центре. Причины, как всегда, разные, но есть и объединяющий фактор. Как раз о нем, а также об ответственности участников дорожного движения, перевозке детей, сезонности нарушений, поговорим с заместителем начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облсполкома Владимиром Чекезовым. Почему все-таки важно переводить детей в детских удерживающих устройствах? Я думаю, здесь в самом вопросе уже есть ответ, потому что это наши дети. Это самое важное, то, что у нас есть, потому что это требует правил дорожного движения и правила безопасности. В связи с этим это обязательно. Соблюдают ли водители это требование правил дорожного движения? Да, в большинстве случаев водители действительно понимают необходимость выполнения требований безопасности при перевозке детей и перевозят как в удерживающих устройствах, так и в специальных устройствах, бустерах с пристегнутыми ремнями безопасности. Перевозка детей в такси ведь не предусматривает специального автокресла или других удерживающих устройств? Да, но есть отдельные такси, которые предоставляют в виде дополнительной услуги, когда при заказе можно заказать именно тот автомобиль, в котором будет детское автокресло. Здесь еще можно добавить, что в госинспекции проводится большая разъяснительная работа, разъясняется требование правил дорожного движения в части перевозки детей в автомобилях. Мы ведем и профилактическую работу, в том числе наши наряды приближены к учреждениям образования, когда дети именно идут в школу или возвращаются, когда родители могут приезжать на автомобилях и забирать своих детей. Здесь мы в случаях нарушениях со стороны водителей проводим разъяснительную работу, большую профилактическую. Ну а если уже водитель замещается неоднократно, что профилактические беседы на него не влияют, приходится применять меры административного воздействия. Владимир Николаевич, уже были случаи в этом году, когда совершались наезды на велосипедистов, в том числе подростков, как работают сотрудники госавтоинспекции с этой категорией населения? Да, мы предупреждаем вот эти сезонные все изменения, то есть мы знаем, что при улучшении погодных условий на улицу выйдет очень много велосипедов. Поэтому мы также проводили большую разъяснительную работу в школах, детских садах, среди родителей, в трудовых коллективах. Основной проблемой является, прежде всего, движение велосипедов по проезжей части, не выполнение требований правил по успешиванию при пересечении по пешеходному переходу, при пересечении на регулируемых перекрестках. Хотелось бы обратить внимание родителей, дети которых представлены сами себе и двигаются на велосипедах по дворовым территориям, чтобы они провели с ними соответствующие беседы. Проблемный вопрос именно, когда ребенок выезжает на велосипеде из-за препятствий, из-за стоящего автомобиля и попадает под колеса другому движущему автомобилю. Ограничение в дворовых территориях по скорости движения автотранспорта – это не более 20 километров. Но порой, даже когда автомобиль движется и медленнее, 10 километров, 5 километров, водитель может просто банально не успеть остановиться. Следующий вопрос будет касаться сообщения наших граждан. К нам поступает обращение, что на автодороге «Восточный обход». Жители часто жалуются о том, что жители ближайших домов жалуются на то, что шумно ночью устраиваются заезды, гул тех же мотоциклов, каких-то спортивных автомобилей. Знают ли об этом сотрудники ГАИ и как будут решать ситуацию? Да, мы знаем о том, что есть такие факты. При обращении в дежурную часть ГАИ, безусловно, происходит реагирование. Ну и кроме того, мы приближаем наряды дорожно-патрульной службы на данную автодорогу с целью контроля соблюдения превышения скорости. Ну, если так своими словами, меньше скорость, меньше шума. Но вот в ночное время там дежурят патрули? Безусловно. Мы планируем выставление с целью контроля соблюдения правил дорожного движения в части соблюдения скоростных режимов. В Ост-Инспекции есть соответствующие приборы, которые позволяют измерять скорость движения, в том числе и в ночное время, и это ставится на контроль. Владимир Николаевич, не так давно в городе Гомеля было ДТП с участием маршрутного такси. Водитель нарушил правила дорожного движения, чем подверг риску остальных участников дорожного движения. Как в таком случае действуют сотрудники госавтоинспекции? Мониторят ли обстановку и принимают ли меры? Да, безусловно. Нас очень волнует обеспечение безопасности при перевозке пассажиров. В частности, в текущий месяц этого года мы активизировали работу по предупреждению ДТП с участием маршрутных такси. Для этого мы подходим комплексно. Мы привлекли к данному мероприятию сотрудников транспортной инспекции, сотрудников облпассажиров транса. Мы проводим рейдовые мероприятия именно в проблемное время и в проблемных местах. То есть в пиковое время и в тех местах, где наибольшее количество нарушений совершается. Что бы мы хотели? Мы бы хотели, прежде всего, обратить внимание самих перевозчиков на выполнение требований правил дорожного движения, их водителями. Мы хотели бы обратить внимание на соблюдение, охранения транспорта в межсменное время. Это на специализированных охраняемых стоянках, не на дворовых территориях или где-то не на улицах, а то, что предусмотрено требованием постановления Совета Министров в области обеспечения безопасности перевозки пассажиров. Ну и вообще хотели бы обратить внимание на тот водительский состав, который привлекает для перевозок пассажиров наши перевозчики, наши индивидуальные предприниматели. То есть они способны повлиять на обстановку и как-то оградить, обезопасить пассажиров? Они не то, что способны, но они в соответствии с постановлением Совета Министров они и обязаны это делать, и проводить и профилактическую работу, и контролировать тех водителей, которых они привлекают для работы, потому что у них есть ответственность за привлечение к выполняемой работе третьих лиц. Аварийная остается обстановка и на улице Советской в городе Гомеле. Знаю, что в связи с этим планируется реорганизация дорожного движения и учитывается большое количество факторов. Как оценивает обстановку госавтоинспекции? Да, действительно, есть определенные проблемы с улицей Советской. Это на сегодняшний день, можно сказать, главная улица нашего города. По ней передвигается значительное количество участников дорожного движения, как пешеходов, пересекающих проезжую часть, так и автомобилистов. Улица связывает центр города. В связи с этим у госавтоинспекции, у руководства города есть ряд предложений по реорганизации, но они требуют детального изучения, проработки. Это требуется соответствующее научное исследование для того, чтобы просчитать все последствия изменений. И самое главное, необходим положительный эффект от тех реорганизаций, организаций дорожного движения. Я даже слышал, что некоторые пункты вопроса будут вынесены на общественное обсуждение. Да, в том числе предложения, которые есть у ГАИ, госавтоинспекции, они выносятся именно в соцсети для того, чтобы изучить общественное мнение. Что считают граждане, что считают жители нашего города. Но, повторюсь, именно изменения могут быть реализованы только после научного изучения и всех просчетов, расчетов, которые необходимы для реорганизации дорожного движения. Как изменилась обстановка после уменьшения ограничения скоростного режима движения на улице Советской до 50 км в час? Ну, я думаю, что в целом движение несколько успокоилось. То есть, достаточно уже проблематично. Чем ниже средняя скорость движения, тем, естественно, повышенный безопасность. Напомню, что во всех европейских странах в городе 50 км – это и есть предел для движения транспортного средства в населенном пункте. Поэтому я здесь не вижу проблемы снижения скорости с 60 до 50 км в час. Тем более, это обусловлено теми авариями, количество происшествий, количество наездов на пешеходов, очень много пешеходных переходов по улице Советской. Поэтому чем ниже скорость потока, тем меньше аварийность и выше безопасность. Это логично и, я думаю, это оправдано. Ну что ж, Владимир Николаевич, спасибо за конструктивный разговор. Спасибо, что вам объяснили все правила и обстановку на дорогу Гомельской области. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» наши корреспонденты подготовили подборку видео о происшествиях, которые попали в объективы видеокамер и регистраторов по всему миру. В Центральной Индии леопард набросился на своих спасителей. Дикая кошка обезумела, когда ее вытащили из колодцев, в которой она случайно провалилась. Пострадали двое мужчин. Сначала зверь был спокойным и податливым. Сразу ступил на сделанный людьми подъемник. Но как только оказался на поверхности, начал охоту. Не повезло тем, кто в этот момент оказался поблизости. И первым делом досталось тому, кто снимал происходящее на мобильник. Леопард причинил своим жертвам рваные раны. Зашивать их пришлось уже в больнице. От дикого зверя стоит ожидать чего угодно. Но, видимо, в тот момент люди позабыли о безопасности. Дальше подборка наиболее курьезных ДТП. Решил повернуть, не разворачивайся, а то может выбросить из автомобиля. Водитель этой легковушки явно пожалел, что решил изменить направление движения. На одном из киевских перекрестков его протаранил внедорожник. Это так, что легковой автомобиль развернуло вокруг своей оси. При этом пассажир и водитель вылетели из машины. Оба не сразу поняли, что произошло, но, к своему счастью, остались живы. Отпраздновал свой второй день рождения и водитель вот этого отечественного внедорожника. Его оазик заглох посреди Варшавского шоссе в Москве. Мужчина вышел, чтобы поставить знак аварийной остановки и едва не погиб. Сзади в его машину врезался Пежо, успев объехать мужчину за секунду до столкновения. Смерть прошла в нескольких сантиметрах. Водитель остался стоять на ногах, хоть они и подкосились от шока. В уазике пострадали пассажиры. У одного из них переломы четырех ребер. Теперь ко счастливчикам из Вьетнама. Они остались живы, побывав в тисках между двумя грузовиками. Скутерист и его пассажир столкнулись с фурой на одной из оживленных улиц. И казалось, трагедии не избежать. Но после аварии везучие парни даже смогли самостоятельно встать на ноги. Их ударило сначала об один грузовик, затем о другой и откинуло на асфальт. Но по факту не повезло только скутеру. Он попал под прицеп и был раздавлен колесами фуры. У одного из пострадавших легкое сотрясение. А этот велосипедист успел увернуться от падающего светофора. Посмотрите, как бывает. Нарушают и сталкиваются они, а угроза повисает совсем над другими. Причем в этом случае в прямом смысле слова. После ДТП машины врезались в опору светофора, и тот повис на проводах. А во время падения чуть не зацепил велосипедиста. Мужчину спасла скорость реакции и быстрые ноги. К сожалению, не все ДТП становятся в последующем захватывающими историями. В Архангельске погибла пассажирка Рено Логан. Автомобилю не уступил дорогу микроавтобус. И после столкновения, которое прошло по касательной, его откинуло на встречную полосу, где в легковушку врезался Ниссан. Удар пришелся в область заднего сидения с правой стороны. Женщина, которая на нем находилась, скончалась на месте. На виновники ДТП не царапины. И это вся информация выпуска. Берегите себя и до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok